Это не экстремальные игры и не конкурс на выживание. Это реальная жизнь обитателей актёбинских дач. В 21 веке здесь это обычное явление по весне. Так было в 2010 году, как есть и сейчас. Раньше в этом районе находился мост, который соединял дачи на Кривом озере с областным центром. С годами он исчез, и в его отсутствие людей в таких ситуациях выручала теплотрасса. По ней люди весной преодолевали временную водную преграду. Но теперь и труп нет, хотя надобность в переправе не отпала. Круглый год на актёбинских дачах живут люди, и больше всего из-за размыва сейчас страдают они. «Мне необходимо попасть домой. Мы живем на дачах на Кривом озере. Дороги сами видите нет. Жду машину, чтобы дочку хотя бы переправить на ту сторону. Сильно мучаемся из-за отсутствия наземного перехода. Поэтому просим власти войти в наше положение. Здесь есть железные конструкции. Может их как-то приспособить под мост для пешеходов». Сейчас власти организовали перевоз людей. Специальный автобус на базе КамАЗа курсирует в определенные часы. Утром, в обед и вечером. Однако перерывы, так называемые окошки, между маршрутами слишком длинные. Этим сейчас и пользуются некоторые предприимчивые водители. За 100-200 тенге они перевозят людей с берега на берег. Ну и стихийная автомойка здесь также образовалась. Некоторые автовладельцы даже специально заруливают сюда, чтобы помыть своих железных коней. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт».